Привет друзья, привет подписчики! Сегодня у нас первый ролик про цыплят 2022 год, ноябрь месяц, число даже не знаю, где-то середина, нет, сегодня 12 ноября А вывод у нас на 13 ноября указан, что у нас произошло в хозяйстве В хозяйстве, значит, у нас та птичка, большая часть, которая должна была оставляться себе Уже в полтора месячном возрасте попался клиент и забрал все И, значит, у нас Барковской, Барвистой, чуть новой, немного, нашей И новая кровь, соответственно, осталась Петушки заменены Поли горну, выбраковка была, снова у хозяйства бралась птица, вырастилась В выбраковке очень много, очень много И что не лигорн, и по рахисту, и по отклонениям В общем, 30% где-то осталось нормальной птицы Много петушков, петушков заменил Далее, и курочек тоже, но в свое старое стадо И трехгодичная, несколько там, меньше десятка птицы И двухгодичная в основном птица, лигорн стандарт И молодая Вот, как-то так, вот такая смесь И новые петушки Старых петушков убрал, но не уничтожаю Они будут еще работать Выведем себе кровь новую И опять к новым Выберу этих новых курочек И подсажу их отдельно И им старых своих петушков подброшу И тогда мы разнесем Будет и по материнской, и по мужской линии Новая кровь Чтобы в дальнейшем работать Потому что птицу где-то найти нормальное что-то Не получается, ребята Ну не могу я найти такую птицу То есть моя птица и другая птица Это небо и земля Из нее что-то выводить Что-то брать Какой-то там маленький процент И что будет от этого В дальнейшем тоже никто не знает Будем надеяться, что все-таки Заводчики серьезные Меняют тоже кровь Самим уже и пятый раз поменяли После того, как я брал эту четвертую Кровь сменили Четыре раза И пятую сменили Все-таки Нижний Новгород Там уже понятно, откуда кровь идет Не хочу я с той кровью связываться Как бы И пока вот это мое есть Есть то самое на крайний случай Потому что оно уже переваренная каша Чистой крови уже нет Потому что ничего не завозилось Значит Что произошло Произошло то, что вся птица у меня гуляла В общем выводе Даже утки вместе с ними Далее я По мере того, как подготовил птичник новый И всю птицу Отсадил отдельно Перестал нести яйцо Конечно Это для нее стресс Из грязи, как говорится Князи Или наоборот Небольшой был стресс Значит прошло 7 дней Я подсадил новых петушков И вот прошло еще 5 дней И начал собирать яйцо Яйцо Немного Но только-только Начала птица разноситься Сейчас получше Конечно Следующие выводы Три закладки получше Уже птица начинает разноситься Ударили холода Они ударили А они еще нарастают И потепления нет Это тоже на птицу Подействовало Конечно Сейчас она акклиматизируется И будет все нормально В этом году, ребята Яйца очень мало Как будто я это все вот предвидел Вот это вот То, что яйцо будет Только по месту Продаваться И некоторые отправки Почему По месту Потому что Самовывоз В основном, ребята Будет самовывоз Плюс на рынке Будут торговать Там будут дополнительные клиенты И как-то так Выносить, конечно На рынок цеплять не буду Но может быть Оформим ЛПХ Может быть Оформим Если есть в этом Преспектива Если в этом Преспективе нет Никакой И опять же Меркурий Опять же Всякая Нетель Купи-продай Оно работает лучше Чем заниматься своим И так Времени нет А тут Все купи-продай И имеют больше Чем человек Укладывает Делает 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 Все это выводит Убытки Одни, ребята Убытки Все С одного Переходит в другое И вот так На нас билищем Колесе Крутится Сезон Как говорится Короткий И никакой Выгоды нет Да Мне в комментариях Такие пишут Что-нибудь остается Ребята Что остается Не в долгах Но и не заработал Будем говорить Так А старайся Вот такая Вот у нас Неблагодарная Птица Это вообще Неблагодарная Купил-продай Это совсем другое Сейчас Все направление Идет на Оборудование Торговля Выход в рынок Изготовление Оборудования Для комбикормового Завода Мини-цеха Конечно И По новым технологиям Биологически Активные Корма Будут Вот И будем их Делать И как для своего Хозяйства Испытывать Клетки Для этого Все сделались Будет испытываться Все на бройлере Эти составы И после этого Они будут выходить Как говорится В мир Небольших количествах На рынках У нас продается Ведрами И изготовление БМВК Тоже По животному И соответственно По возрасту Будут БМВК Вот То что я К чему Я сейчас стремлюсь А птица Она конечно Это будем говорить Хобби Она есть Она будет Что дальше будет Я не знаю Но Пока оно есть Пока занимаемся Сейчас мы посмотрим Что у нас вылупилось Что вылупилось По первому выводу Судить не надо Закладывал Ребята 80 яиц 80 яиц Вот не оплод Но вижу Два Барковских Барвистых Вот у Барковской Барвистой Вывод Как бы Оплод Хороший Вывод Хороший Вообще Во всех Отношениях Барковская Барвистая Доказывает Всегда Наилучший Результат Плюс У этой птицы Есть яйцо Эта птица Очень долгоиграющая По сравнению С легорном Стандарт Но конечно Перепрыгнуть По количеству Яиц С легорном Стандарт Не может Даже по Массе Но Приближенно Что-то Так яйцо И у Барковской Барвистой Влиньку Есть И зимой Есть И мясо Есть Поэтому Эта птица Отрабатывает Как бы Свои Потраченные Корма Ест Она Все Несется Как говорится На всем Но У этой птицы Тоже есть Расклев Расклев Сородича И Расклев Яйца Тоже есть Как в Улигорном Стандарт Ну Улигорном Стандарте Я Ребята Избавился От этого Вот он Послушный Стал И все Вот как Как сказать Ну Вот за этот год Одного петушка Нового Подклевали Ну Помазал я его И одну курочку Подклевали Но Как раньше Было До смерти Вытаскивали все кишки И оставался один позвоночник Такого уже нет Поэтому С лигорном Проблем Меньше А Барковская Она Как бы Ест она Больше У нее И мясо Соответственно Но она и дает Поэтому Барковская Барвистая Для домашнего Как бы Хозяйства Она Оптимальная птица А Для Не то что домашнего Даже для бизнеса Потому что Яйцо У нее тоже Может быть Трехцветка Вот И А у Легорна Только Белая Как сказать И та Птица И та Заслуживает Большего Внимания Далматинец Далматинец Вот сейчас Начал Чуть-чуть Нестись Получше А то Пока он Молодой Стоит с года Надо брать Яйцо Раньше Года Плохо Выводы Плохие Птица Слабее Поэтому Я оставил Четыре Птички И петушка На второй год Яйцо Крупнее И Вывод С него Лучше И птица Будет крепче Что еще Сказать Остролоп Черно-пестрый Тоже Можешь Жрать Своё Яйцо Потому Что Птица Очень Тяжелая Очень Тяжелая Мясная Птица Все-таки Направление Мяса У нее Есть Ну И на яйцо Несет Не особо Конечно Так Несет Ну Как обычно Мясо Яичное Ну Мясо Это Есть И птица Очень Красивая Вот Поэтому Остролоп Черно-пестрый У меня Такой Я не знаю Может где Лучше Может где Как У меня Такой Но Мы ее Держим Эту птицу Пока держим Потому Что Какой-то Спрос На эту Птицу Есть Ты Зарезал Эту птицу У нее Есть Мясо Понимаете Да Что У нее Действительно Есть Мясо У нее Тушка У нее Черное Мясо Черное Мясо Это означает То Что Дикое Мясо Вот Это Мгнов Плюс Жир Цвет Тушки Ну Тушку Сравнивать Да Молодую Такую Отрощенную Тушку Сравнивать Можно Только С индоуткой Поэтому Эту птицу Я еще Оставил На нее Есть Какой-то Спрос Даже Не по Количеству Яиц А именно Мясо Что Будет И мясо И Будет И яйцо Надо Было Одной Длок И Ничего Все Это Быстро Ребята Я Сам Соскучился По Цыплятам Как Давно Уже Вроде Несколько Месяцев Прошло Последние Цыплята По-моему Июнь и Юли Были В июле И все А сейчас Ноябрь Так что Несколько Месяцев Прошло Раз Два Это Лига Она На Стандарт Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать 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 Один Двадцать Два Двадцать Три Двадцать Четыре Двадцать Пять Двадцать Шесть Двадцать 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 Вот ребята у нас, это у нас черненькие. Вот я не могу определить, я их не помечаю. Далматинец и австролов черно-пестрый. Вот три, четыре, пять, шесть. Так как далматинца было несколько, что вроде четыре яиц всего лишь, а австролорпа штук шесть или штук шесть, что-то было такое. Будем считать, что здесь больше австролорпа черно-пестрого. И вот два ликорно-далматинца мелких и три, четыре австролорпа. Вот так вот. То есть получается два там не вышло яйца, два там. Ну, по первым яйцам судить не надо, ребята. Поэтому тут, что еще? Барковская, барвистая. Ну, как сказать, может новая линия. Два, четыре, шесть, семь. Барковская было очень мало, ну, буквально там, вот, десяток яиц, буквально. Остальное было легон. Я вам показал, что задохлик, задохлик. Не знаю, стучит. Может выведется. Вот он. Тоже самое. Живой еще выводится. Может куплю и что выведется. Я пока даже не чуть-чуть оставлю это. В общем, как-то, ребята, так. Да, еще есть, что может выведется. Влажность надо было повышать, ребята. Не повышал. Шестьдесят пять вот держится. Шестьдесят установлено. Шестьдесят пять при выводе держится. Ну, и ладно. Пока первый вывод. Все равно, хотя там у меня небольшое количество цыплята. Я даже уже не помню, сколько их насчитал. Сейчас пересчитаю все это. И как-то так. Вот, ребята, первые цыплята. Первые цыплята. Предоплата внесена. Их будут забирать. Сейчас надо позвонить, сказать, сколько там стоит. Хотя там 30 с чем-то штук. Наверное, так оно и будет. Все. На этом мы, ребята, с вами прощаемся. Следующие выводы заложены. И все. Предоплат нет. Вот так что видеоролик я сегодня ночью обработаю. И вывожу. Кто там на предоплату хочет. Поэтому, ребята, цыпленок в этом году стоит 140 рублей яйцо. 140 рублей цыпленок. Любой породы. И так как яиц очень мало. На отправку яйца 100 рублей штука идет. На самовывоз яйца идет 80 рублей яйцо. Это самовывоз. Но, опять же, сейчас яйца немного. Поэтому вот такие закладки делаем. И люди по месту, как говорится, все это забирают. Ну, а мы, ребята, с вами прощаемся. Встретимся мы с вами в других видеороликах. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров.